Работаешь в общепите или сфере ЖКХ, иди на прививку от коронавируса. Кировский Роспотребнадзор постановил ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий работающих граждан. В список вошли все сферы деятельности, сотрудники которых по работе контактируют с разными людьми. Последовали первые реакции на распоряжение. Мнения бизнеса общества разделились. Это компромисс. Так отреагировали некоторые руководители предприятий, чьи сотрудники в обязательном порядке должны пройти вакцинацию. Уж лучше поставить прививку, чем снова уходить в локдаун. При этом до конца не ясно, как именно должна проходить процедура у сотрудников. Нужно ли учитывать тех, кто находится в декрете или на больничном? Как поступить с теми, кто недавно переболел коронавирусом? В первый день действия постановления вопросов больше, чем ответов. И Роспотребнадзор и правительство пока отказываются от комментариев, ссылаясь на занятость. Есть еще другие вопросы. Например, вот мы поняли, что человек отказывается от вакцинации. Мы его заставить не можем, у нас не крепостное право. Мы спрашиваем, он говорит, нет, я не хочу. Что мы с ним можем сделать и что мы должны с ним сделать по закону? Отправить его в отпуск, приостановить работу, уволить. Если какое-то из этих действий, то на основании какой-то статьи мы же не можем заниматься самоуправством. То есть и там очень много вопросов и на все на них нужны ответы. Попавшая под обязательную вакцинацию готовит письмо в Роспотребнадзор с просьбой разъяснить постановление. Уже составлено 20 вопросов. На прививочную кампанию выделено два месяца. Руководители предприятий должны до 15 октября предоставить в Роспотребнадзор списки своих сотрудников. Также известен полный перечень тех, кого коснется обязательная вакцинация. Если обобщить, туда попали бьюти и фитнес-сферы, а также бассейны, бани, почта, банки, МФЦ, общественный транспорт, ЖКХ, культура, образование, здравоохранение и другие. Весь список опубликован на сайте Роспотребнадзора. Некоторые маленькие компании решили всех сотрудников привить в одно время, в одном месте. Мы обязаны до 15 числа предоставить список сотрудников управляющей компанией. Уже Роспотребнадзор. Соответственно, на сегодняшний момент эти списки подготовлены, они будут своевременно переданы. Ну и, соответственно, будет централизована, организована вакцинация сотрудников. Обязательная вакцинация не новость. К примеру, в Пермском крае ее ввели еще 13 июля. Сейчас там вакцинацией охвачено 30% всего населения. И по сообщениям наших коллег с телеканала РБК Пермь, у них прививочная кампания отдельных категорий прошла без скандалов. Никого от работы не отстраняли. В Роспотребнадзоре буквально накануне отчитались о том, что на текущий момент в этих сферах вакцинировано 53% населения. Хотя планка стояла к 15 сентября не менее 60% работников, то есть чуть эта планка не достигнута. И вот Роспотребнадзор в своем сообщении, ну, неким образом сказал, что работодатель обязан выполнить требования законодательства. В Кировской области Роспотребнадзор более амбициозен. К 10 декабря должны быть привиты 80% сотрудников. По данным областного правительства, на 1 октября в Кировской области привито 60% жителей, подлежащих вакцинации. Если верить опросу на улицах города, кировчане с пониманием относятся к антиковидным уколам. Мы уже вакцинированы. Положительно. Почему? Почему? Чтобы не болеть. В других странах это нормально, к этому относятся. Все, чтобы бороться с коронавирусом. По принуждению, наверное, нельзя делать, я так думаю. Каждый должен думать своей головой. Чтобы другие не заболели. Правильно. Раньше никогда нас построили в Дом культуры, и все под пистолет мы шли. Ну, сейчас-то народу не вложить в голову никак, это, конечно. Обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан вводят сейчас и другие регионы. Вакцинироваться обяжут сотрудников некоторых сфер в Еврейской автономной области, Приморье, в Ханты-Мансийском автономном округе, Югре, на Ямале, в Адыге, Татарстане, а также Челябинской, Саратовской и Нижегородской областях. Продолжение следует...